Отец Пахомий, послушник отца Евлогия и духовный внук Хаджи Георгия. Как в рассказе об отце Евлогии, так и в рассказе о его благословенном послушнике отце Пахомий приведу лишь один случай, относящийся к последним годам его жизни, а благочестивые читатели, имеющие непорочные помыслы, сами поймут, насколько чистой была душа отца Пахомия. Итак, за три дня до своей смерти, в четверг, отец Пахомий позвал к себе отца Георгия и говорит ему «Отец Георгий, будь добр, пойди в колец и купи там рыбы для нашего престольного праздника святого Георгия, который будет в понедельник. Постарайся купить побольше рыбы, потому что вам предстоит отпраздновать два праздника, а я буду его праздновать на небесах вместе со святым Георгием. Меня с вами уже не будет». Отец Георгий немедленно отправился в колец, принес рыбы и сразу же начал готовить ее, чтобы она не испортилась. В пятницу отец Пахомий опять послал отца Георгия, чтобы тот пригласил на праздник других отцов, и при этом сказал «Скажи отцам, чтобы они готовились праздновать два праздника, мои похороны и поминки, а на следующий день память святого Георгия». Отец Георгий объявил отцам все, что сказал ему отец Пахомий. В субботу утром отец Пахомий послал его позвать отца Дмитрия, чтобы тот пришел и причастил его. Увидев священника, он с радостью начал петь «Вечери твои тайные днесь», а затем, причастившись, сказал «Слава Богу». После этого он облобызался с отцами, стоявшими рядом, и его непорочная душа отошла на небо. Это произошло 22 апреля 1974 года. В воскресенье были его похороны, а затем поминки с угощением, какой обычно устраивается на престольные праздники. После этого в понедельник у отцов был второй праздник, теперь уже престольный. Отец же Пахомий праздновал его на небе. Вместе со святым Георгием, как и сказал, насыщаясь красотами рая и духовным вином любви Божией, милостивый Бог, да сподобит и нас вкусить хотя бы часть этих благ. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok